На треть сократилась задолженность городских предприятий по заработной плате за прошедший год. Это стало возможно благодаря совместной работе городских властей, прокуратуры, налоговой инспекции и правительства Вологодской области. Об этом сегодня рассказал совместитель главы города, начальник департамента экономического развития Андрей Киселев. Подробности далее. В начале 2015 года долги по зарплате в общей сложности более 60 миллионов рублей были у 20 вологодских предприятий. Сейчас их количество заметно снизилось, а сумма долга сократилась до 40 миллионов рублей. По мнению специалистов, причиной долгов стал как неэффективный менеджмент, так и сложная экономическая ситуация в целом. Поэтому городские власти помогали проблемным предприятиям самыми разными способами. Город занял активную позицию, помогал реализовывать ту продукцию, которая на предприятиях есть, продвигал их продукцию. Для этого глава выезжал на переговоры и обращался к главам городов Севастополя, Симферополя, Керчи для приобретений троллейбусов производства ВОО «Трансальфа» для транспортных предприятий Республики Крым. Второе направление работы – это взыскание дебиторской задолженности. Были обращения как с субъектом федерации, так и за пределами Российской Федерации, куда поставилась продукция вологодских предприятий, которые попали в эту тяжелую ситуацию. Третье направление – помогали взаимодействовать данным предприятиям с ресурсоснабжающими организациями, чтобы не допустить отключения и остановки производства. Схемы погашения долгов по зарплате также использовали разные. Так, в конце января один из должников расплатился за поставку троллейбусов, что позволило рассчитаться с работниками компании «Трансальфа». Кроме того, город помогал реализовать имущество ряду предприятий. Средства также пошли на сокращение долгов по зарплате. Добавим, сегодня городские власти активно участвуют в решении проблем и предприятия «Вологда Электротранс». Напомним, речь идет об аренде городом имущества компании, что позволит сохранить троллейбусные маршруты. А затем по поручению главы города в Вологде будет создано единое транспортное предприятие. Мария Суворов, Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.